Электроника в России сейчас стоит дорого. Очень дорого. Из-за резкого скачка курса доллара и ухода с рынка многих компаний, цены взлетели местами чуть ли не вдвое. И даже сейчас, когда курс вроде как вернулся к февральскому уровню, цены на компьютеры и комплектующие хоть и слегка опустились, но прайса начала года мы уже не увидим. Большая часть техники ввозится в Россию окольными методами, методом параллельного импорта, если быть точным, так завуалировали фразу «официально нелегально». Но что делать, если нужен новый ноутбук прямо сейчас? Брать кредит под 22% желания как-то нет. Берем курс на Тартугу. Точнее нет, не так. Вот так. И тут сразу ремарка. Друзья китайцы до сих пор считают, что 1 доллар стоит 120 рублей. Именно поэтому на Алиэкспресс все так сильно подорожало. Но тут есть лазейка. Покупки на Али можно оплачивать и в долларах, через Киви кошелек, подключив к нему и привязав банковскую карту. При этом конвертация будет происходить автоматом по куда более нормальному курсу. В районе там 80-85 рублей он плавает. Что позволяет хорошо сэкономить. На своей странице ВКонтакте я привел пример такой покупки. Железный штатив мне обошелся на полторы тысячи дешевле. Экономия 30%. Однако нужно помнить, что у Киви есть несколько статусов со своими лимитами. И чтобы заказывать дорогую технику, вам нужно будет пройти верификацию. Это и позволяет взять себе ноутбук с минимальной переплатой. Но какой брать? Вбив в поиск ноутбук, можно увидеть и решения привычных нам брендов типа Lenovo, HP, Xiaomi, Huawei, так и всякие Tackle Sat, Chuwi и вообще ноунеймы. Что из них можно брать, а что стоит обходить стороной? Об этом мы сегодня и поговорим. На связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Сегодня разбираемся в китайских ноутах. Возможно ли общение в интернете без цензуры и слежки? На этот вопрос ответит удобный мессенджер Утопия. Утопия P2P это мэш-мессенджер, основанный на пиринговой технологии третьего поколения. Регистрация и использование Утопия полностью анонимны. Не нужно вводить номер телефона или e-mail адрес. Здесь отсутствует слежка и цензура. Никто не осуществляет контроль за перепиской или онлайн действиями пользователей. Неизвестно местоположение и IP-адреса. Несмотря на то, что Утопия не карманное приложение, оно легко обеспечивает пользователей всеми функциями для отправки личных или групповых сообщений. Для всех тех, кто ценит конфиденциальность данных при работе, есть удобные функции создания общих чатов. Кроме того, экосистема не ограничивается только мгновенным мессенджером. Утопия это целая децентрализованная сеть со встроенными инструментами для передачи данных, поиска информации, создания веб-сайтов и многого другого. Скачивайте и пользуйтесь Утопия на компьютере уже сейчас. Ссылочка в описании. Сразу оговорюсь, в этом ролике нет заинтересованных сторон или каких-то других рекламодателей за исключением интеграции. К сожалению, придется сразу многих огорчить. Купить с 30% скидкой на ТМОЛ не получится. Да, цена на карточке товара будет в долларах, но стоит добавить его в корзину, как она тут же сменится обратно на рублевую. Причем мы сами не сразу обнаружили такую хитрость от китайцев, пришлось даже переписывать сценарий. Но это не значит, что про ноутбуки с ТМОЛ стоит забыть. Там временами бывают настоящие скидки, даже если брать рублевые цены. К тому же на ТМОЛ есть бренды, которые не встретишь в крупных магазинах электроники. Также не стоит забывать про Майбенбен. Молодая китайская компания производит как игровые, так и мультимедийные ноутбуки. И вот последние у нее выглядят очень вкусно за счет неплохой цены. К тому же компания официально приземлилась в России, а значит есть и гарантия и русификация. Например, мощную мультимедийную модель от этого китайского производителя с восьмиядерным Ryzen 16 гигабайтами ОЗУ и 15 дюймовой IPS панелью можно взять за 60 тысяч рублей. Если посмотреть на брендированные аналоги, то за версию с чуть более быстрым CPU придется отдать минимум на 15 тысяч больше. Вполне существенная экономия. Сразу отмечу, на момент записи ролика курс опустился ниже 80 рублей за доллар, и цены, озвученные в ролике, могут отличаться, возможно даже в меньшую сторону. Теперь поговорим про брендовую китайчатинку. Разумеется, на Алиэкспресс есть не только официально продающиеся в России ноутбуки, там хватает решений малоизвестных китайских гениев, или же просто не продающихся в нашей стране лэптопов. Начнем с известной многим компанией Xiaomi. Основных линеек тут три. Более бюджетный Redmi Book, премиальный ноутбук Pro и Pro X, а также игровые модели Redmi G. Однако бюджетные тут они в кавычках. Минимальная цена начинается от 800 долларов, а за топовый Pro X придется выложить под 2000 зеленых. Но в данном случае ценники вполне оправданы. Xiaomi давно уже не делает ширпотреб, они тяготеют в топовый сегмент ультрабуков, тут и современные энергоэффективные процессоры AMD и Intel вплоть до 10 ядерных моделей, и ноутбучные видеокарты Nvidia вплоть до RTX 3060, яркий четкий дисплей, есть даже модели с OLED. И все это в тонких алюминиевых корпусах с удобными клавиатурами и тачпадами. В общем, за 7 лет Xiaomi смогла нарастить качество своих ноутбуков. К тому же на сайтах и YouTube хватает обзоров различных Mi Notebook Pro и Redmi Book, поэтому четко определиться с моделью проблем не составит. Но все же у таких ноутбуков есть несколько подводных камней, о которых стоит узнать. Во-первых, на такие лэптопы не будет гарантий в России. Везутся они из Китая, а так как официально у нас не продаются, в сервисных центрах Xiaomi вам ничем не смогут помочь. Даже за деньги. Во-вторых, поставляются они с китайской версии Windows и без русских букв на клавиатуре. Так что при открытии крышки вас встретят иероглифы, но разумеется никаких проблем переставить систему, ключ подхватится, винда активизируется, никаких проблем нет. Касается это и русской клавиатуры. Можно купить специальные наклейки, а лучше всего заказать гравировку. Стоит она около 1500 рублей в любом городе. Это же касается и зарядки. Придется использовать переходник. Впрочем, в массе своей ноутбуки Xiaomi заряжаются от USB-C с поддержкой Power Delivery. Так что с ним можно использовать абсолютно любую мощную USB-C зарядку. Также не стоит забывать про ноутбуки Lenovo. Кто не знал, это китайский бренд, поэтому, разумеется, их лэптопы есть на Алиэкспресс и их можно оплатить в долларах. Из минусов, даже если такая же модель будет продаваться в России, на ее китайскую версию она не распространяется. Но вот платный ремонт вполне может быть доступен. К тому же, разумеется, не будет русских букв на клавиатуре и европейской вилки у зарядника. Из интересных моделей можно отметить, например, свежий Lenovo ThinkBook 14 образца 22-го года. В России его вообще нет и может даже и не появится. А вот на Али версия с 12-ядерным новым Core i5 16 гигабайтами ОЗУ и отличным 2К 90 герцовым экраном обойдется в 1100 долларов или около 95 тысяч рублей. Для сравнения, в России предыдущее поколение Финбук отдают по 120-130 тысяч. Не забываем мы про Huawei. Да, компания официально продает свои ноутбуки в России, они есть и в крупных магазинах и на T-Mall, но и там и там цены в рублях с серьезной наценкой, поэтому снова помогает покупка на Али в долларах. Ситуация тут как с Lenovo, гарантий в России не будет, как и русификации. Зато, опять же, можно найти лэптопы, которые у нас пока не продаются. Например, премиальный MateBook X Pro 2022 года с сенсорным 3К-экраном с 16 гигабайтами ОЗУ и тонким корпусом у нас за версию 2021 года просят около 200 тысяч рублей. На Ализа свежак придется отдать от 1750 долларов или 150 тысяч рублей. Экономия в 50 тысяч на дороге точно не валяется. Теперь поговорим про менее брендовую китайчатинку. Xiaomi и Huawei так все понятно, эти компании уже давно вышли на международный уровень и известные по всему миру, но Алиэкспресс славится в том числе техникой от куда менее известных фирм. Тут и Thunderbot, и Teclsat, и Chuwi, и MyBenBen, есть и вообще ноунеймы. Давайте разбираться с ними. Начнем с первой компании. Основали ее в 2014 году и с тех пор она производит в основном различные игровые лэптопы. И если на первых порах ее решения вызывали сомнения по надежности, то теперь с этим куда лучше. Причем Thunderobot, в отличие от многих других компаний, явно сотрудничает напрямую с Intel, AMD и Nvidia, ибо у нее лэптопы на самом свежем железе появляются наравне с другими известными брендами. К тому же компания старается выжить максимум из железа. Напомню, что у мобильных видеокарт Nvidia очень широкий диапазон TDP. Например, у RTX 3060 он может быть и 70 и 130 ватт. Разумеется, на производительность это сказывается очень сильно и радует, что Thunderobot в своих ноутбуках старается выбрать возможный максимум. В общем, компания производит игровые ноутбуки вполне на уровне, и стоят они даже дешевле именитых брендов. Так, например, модель с шестиядерным Core i5 RTX 3060 16 гигабайтами ОЗУ и 17 дюймовой 144 герцовой панелью обойдется в 1250 долларов или около 110 тысяч рублей. Схожие ноутбуки в DNS стоят уже под 140 тысяч. 30 тысяч экономий за отсутствие гарантии и русификации. Годные игровые ноутбуки делает еще одна китайская компания с названиями Machinike. Наверно, так читается. Так, модель на топовом восьмиядерном Core i7 вместе с RTX 3060 16 гигабайтами ОЗУ и 144 герцовой матрицей обойдется в 1250 долларов. Еще один достаточно популярный производитель электроники — это Chuby. Возможно, кто-то знает эту компанию по их недорогим планшетам на Android. Так вот, они производят и ноутбуки, причем с самой низкой ценовой категорией. Сюда же можно приплюсовать еще пару производителей — Dea и TackleSat. Причем последний тоже известен своими планшетами на Android. Большая часть продающихся ими моделями — это базовые мультимедийные решения на Celeron и Pentium, но при этом с неплохими объемами ОЗУ и отличными экранами. Иными словами, на них получится посидеть в интернете, посмотреть видео даже в 4К, но вот попытка поиграть даже в простейшую Dota 2 вызовет приступ боли. Из неплохих моделей можно выделить Chuby Gamebook Pro. Ну где еще за 380 баксов или чуть-чуть больше 30 тысяч рублей вы найдете модель аж с 2К IPS дисплеем, 8 гигабайтами ОЗУ и 254 гигабайтным SSD. Да, процессор лишь четырехъядерный Celeron, но достаточно свежий и способный догнать и перегнать старые мобильные двухъядерные Intel Core, так что с офисными задачами проблем не будет. У Dea есть неплохая модель M12. За 470 долларов или 40 тысяч рублей вы получите ноутбук аж с 4К экраном и 16 гигабайтами ОЗУ. Да, процессор все еще будет Celeron и да, его встроенная графика может тянуть 4К видео даже с YouTube, так что с просмотром фильмов этот лэптоп справится. У Allocube, которая также известна по своим планшетам на андроид, есть модель GT Book — все тот же Celeron, но с 12 гигабайтами ОЗУ, металлическим корпусом и 14-дюймовым IPS Full HD экраном за 320 долларов или 28 тысяч рублей. Вполне годная печатная машинка. Но опять же, нужно помнить, что гарантия на эти ноутбуки будет всего 14 дней для открытия спора. И если на лэптопы от Xiaomi или Huawei еще можно достать на Али различные запчасти такие как системы охлаждения или аккумуляторы, то вот случаи с Dea, Teclast и другими вот этими брендами — это под большим вопросом. И под конец поговорим про ноутбуки, которые из Китая вообще брать не стоит. Речь идет о полностью подвальных моделях, которые даже логотипа производителя не имеют. Отличить их просто. Если вы видите в описании ноутбука с десяток различных древних ревизий процессоров и производитель не гарантирует установку определенного, проходите мимо. Такие ноутбуки — это как якобы новые видеокарты Nvidia с Али. Ушлые китайцы берут старые живые чипы, припаивают их на новый текстолит и продают. Очевидно, ни о каком качестве тут речи быть не может. Ровно как и о апгрейдах BIOS или вообще о наличии официального сайта с драйверами. Если с таким ноутбуком что-то случится, вы в принципе не сможете найти под него запчасти, ибо по сути вы даже не знаете его название. Что можно сказать в итоге? Не стоит бояться китайских вендоров. Особенно тех, кто на рынке электроники уже не один год. Взять ту же и Xiaomi. Ей 15 лет нет, а компания уже прогремела на весь мир. Поэтому не стоит считать всякие Thunder Robot или MyBenBen китайскими подвальными фирмами. Они могут и производят технику на уровне брендов. Но в любом случае нужно понимать, что очень часто денежная экономия выливается в отсутствие гарантии или русификации. Стоит ли оно того решать вам? Надеюсь, я помог вам определиться и взять направление с выбором ноутбука. Сейчас это очень актуальная тема с курсом доллара и всеми вот этими событиями. Если вы хотите читать IT-новости самые свежие и самые актуальные, переходите в наше сообщество ВКонтакте и в Телеграм-канал. Ссылочки будут в описании. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Еще увидимся! До скорых встреч!